книга открытым оком тема царство небесная рай том 26 вопрос 3852 как-то все же непонятно как будет после смерти узнаем ли мы родных и близких и сохраняться ли наши чувства там почему эта тема так тускло и невнятно отображена в библии не потому ли так много приходится измышлять по разным мытарствам и житьям что совсем не подтверждается писанием отвечает игнар тихон челапкин подробности описаны в коране но доверять ли им у нас есть такое 1 коринфянам 2 глава 9 по 13 стих но как написано не видел того глаз и не слышала ухо и не приходило то на сердце человеку что приготовил бог любящим его а нам бог открыл это духом своим ибо дух все проницает и глубины божии ибо кто из человеков знает что в человеке кроме духа человеческого живущего в нем так и божьего никто не знает кроме духа божия но мы приняли не духа мира сего а духа от бога дабы знать дарованная нам от бога что и возвещая мне от человеческой мудрости изученными словами но изученными от духа святого соображая духовное с духовным нет мне не верится что мы воспоминания о жизни в гроб с собой не унесем что смерть прервав навек и радость и страдания нас усыпит забвенья тяжким сном раскрывшись где-то там уже ослепнут очи и уши навсегда утратят слух и память о былом во тьме загробной ночи не сохранит освобожденный дух уже ли рафаэль на том очнувшись свете сикстинскую мадонну позабыл уже ли там шекспир не помнит о гамолете и моцарт реквием свои свой разлюбил не может быть нет все что свято и прекрасно простившись жизнью мы переживем и не забудем нет но чисто но бесстрастно возлюбим вновь сливаясь с божеством 1885 год к.р. кто это 1 петра 1 глава 12 стих им открыто было что не им самим но нам служило то что ныне проповедано вам благовестивши благовествовавшими духом святым посланным с небес во что желают проникнуть ангелы 1 петра 1 глава 7 стих ибо господь бог ничего не делает не открыв своей тайны рабам своим пророков памяти белинского наивная и страстная душа в ком помыслы прекрасные кипели упорствуя волнуясь и спеша ты честно шел к одной высокой цели кипел горел и быстро ты угас ты нас любил ты дружеству был верен и мы тебя почтили в добрый час ты по судьбе печально и без примерен твой труд живет и долго не умрет а ты погиб не счастлив и не знаем из дерева неведомого плод беспечно и беспечно мы вкушаем нам и дела нет кто возрастил его кто посвящал ему и труд и время и о тебе не скажет ничего своим потомкам сдержанное племя и с каждым днем окружена тесней затеряна давно твоя могила и память благодарная друзей дороги к ней не протарила 1853 год некрасов пророк экклесиаст 9 глава книга экклесиаста 9 глава 5 стих живые знают что умрут а мертвые ничего не знают и уже нет и воздаяния потому что и память о них предана забвению про периме 17 глава 13 стих ты господи надежда израилева все оставляющие тебя посрамятся отступающие от меня будут написаны на прахе потому что оставили господа источник воды живой плачу и рыдаю рвусь а и страдаю только лишь вас помню смерть и час и когда увижу потерявша глаз потерявша на образ по скончании века при ужасном гробе мертвого человека не постигнут боже тайны сей умы что к такой злой доле по всевышней воле сотворены мы божества рукою но великий боже ты и щедр и прав сколько нам не страшен смертный сей устав дверь минута смерти к вечному покою 1760 год сумароков книга серахова 42 глава с 3 по 7 стихи о смерть отраден твой приговор для человека нуждающегося и изнемогающего в силах для престарелого и обремененного заботы обо всем для не имеющего надежды и потерявшего терпения не бойся смертного приговора вспомни о предках твоих и потомках это приговор ада господа над всякую плотью итак для чего ты отвращаешься от того что благоугодно всевышнему десять ли сто ли или тысяча лет в аде нет исследования от времени жизни под землею слышен ропот тихий шелест шорох шепот слышен в небе трубный глаз брат вставай же будет нас нет темно еще повсюду спать хочу и спать я буду не мешай же мне молчи стену гроба не стучи ты заснешь теперь уж поздно зов раздался слишком грозно и встают вблизи вдали из развершейся земли как из матерней утробы мертвецы покинув гробы не могу и не хочу я закрыл глаза молчу не поверю я обману я не встану я не встану я не встану брат мне стыдно весь я пыль пыли тлены смрад и гниль брат мы бога не обманем все проснемся все мы встанем все пойдем на страшный суд вот вот престол уже несут херувимы серафимы вот наш царь дареносимый о вставай же рад не рад все равно ты встанешь брат дареносимый носимый на копьях образ заимствован из древнеримской истории подобно тому как дружина поднимала на копьях стоящего на щите царя небесное воинство несет на копьях господа сил небесных это стихотворение принадлежит автору мережковскому послание к евреям 2 глава 14 15 18 стихи а как дети причастны плоти и крови то и он также воспринял он и дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти то есть дьявола и избавить тех которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству ибо как сам он претерпел претерпел быв искушен то может и искушаем им помочь весело бить вас медведи почтенные только до вас добираться не весело кучи ухабины ели бессменные каждое дерево ветви повесила каркает ворон над белой равниною нищий в деревне за дровни цепляется этой сплошной безотрадной картиною сердце подавлено взор утомляется ой надоела ты глушь новгородская ой истомила ты бедность крестьянская то ли бы дело лошадка заводская с полостью самки прогулка дворянская даже церквей здесь почти не имеется вот наконец впереди развлечение что-то на белой поляне чернеется что-то дымится сгорела селение бедных богатых неразличающий шутку огонь подшутил призабавную только повсюду еще украшающий освобожденную русь православную столб уцелел и на нем сохраняются строки деревня помещика вечева с лаем собаки на нас не бросаются думают видно украсть вам тут нечего так а давно ли служили вы с верою лаяли злились до самозабвения и на хребте своим шерсть черно-серую вставили дыбом в защиту селения да на обломках стены штукатуриной крайнего дома должно быть дворянского видны портреты кутузов нахмуренный блюхер бессменный и бог забалканского лошади дрожит у плетня почернелого куры бездомные с холоду ежатся и на останках жилья погорелого люди как черви на трупе капошатся 1863 год некрасов второе послание коринфянам 1 глава 9 стих но сами в себе имели приговор к смерти для того чтобы надеяться не на самих себя но на бога воскрешающего мертвых порок исайя 5 глава 8 стих горе вам прибавляющие дом к дому присоединяющие поле к полю так что другим не остается места как будто вы одни поселены на земле последнее стихотворение о Рюрик Ивне в 1891-1981 написал за несколько часов до смерти из-под ног уплывает земля это плохо и хорошо это значит что мысленная от нее далеко отошел это значит что сердцу в груди стало тесно как в темном углу это значит что все впереди но уже на другом берегу книга Иова 7 глава 17 стих что такое человек что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание твое псалом 143 3 стих господи что есть человек что ты знаешь о нем и сын человеческий что обращаешь на него внимание порок Исайя 10 глава 15 стих величается ли секира пред тем кто рубит ею пила гордится ли пред тем кто двигает ее как будто жезл восстанет против того кто поднимает его как будто палка поднимается на того кто не дерево будет прочитать как будто я не знаю пока что я не знаю как будто и я что